Игры Арсенала с Зенитом отличаются зрелищностью. Вот и в этот раз болельщики на Газпром-арене увидели настоящее шоу. Гул красавица стандарта, отраженный пенальти и игра на встречных курсах. Но обо всем по порядку. Учитывая кадровые проблемы из-за травм, дисквалификаций и прочих причин, главный тренер Арсенала Игорь Черевченко пошел на масштабные перестановки. Непривычная схема с тремя центральными защитниками, дебют стартом в составе Баура, занявшего правую бровку, возвращение после долгого перерыва из-за травмы Берхамова. И по схеме, скажу, у нас не было выбора другого. Потому что мы даже ждали наших сборников, это и Гиев, и Макса Беляева, чтобы пробовать. Зенит ожидаемо взял мяч под контроль, но уже на третьей минуте оружейники получили отличный шанс забить. Альварес перехватил мяч у Кузяева, выскочил с глазу нагло с Луневым и не сумел переиграть галкипера. А Зенит в ответ хладнокровно открыл счет. Навесы штрафного Дреуси нашел в голову Дзюбы и экс-арсеналец переправил мяч в сетку 1-0. Хорошо вели единоборство, хорошо перестраивались. И на первых минутах могли бы даже выйти вперед, и неизвестно, как бы дальше матч протекал. Беда не пришла одна. Вскоре в единоборстве с Азмуном травмировался Альварес. Вместо испанца на левый фланг обороны вышел Володько. В пятницу 13-го 13-й номер канонеров впервые в этом сезоне вышел на поле. В петербургстве методично осаждали владение Левашова. В середине тайма Туляков выручил вратарь. После игры Денисова рукой в штрафной арбитр назначил 11-метровый. Однако Левашов парировал удар Азмуна на технику. Чуть позже Михаил снова спас, отразив выпад Кузяева. Из опасных моментов у противоположных ворота перерыва отметим попытку Кангве. Замбиец прошел по центру и плотно пробил створ со средней дистанции, но Лунёв был надежен. Мы играли дома у «Зенита». Команда не настолько была сильнее, чем мы ожидали. Они создавали моменты, мы тоже создавали моменты, но получилось так, что они своими моментами воспользовались. После перерыва оружейники прибавили в активности, заработав один за другим перспективные стандарты. Фолл Жиркова на Кастадинове арбитр зафиксировал у самой линии штрафной площади. Но для Берхамова это почти пенальти. Удар капитана низом 1-1. Изначально было ясно, что «Зенит» будет играть первый номер, мы отдали инициативу. Мы даже и перестроили схему на эту игру, так как у нас 5 основных игроков сегодня отсутствовало. Мы обкатывали эту схему 3 дня. Понятно, что мало, но моментами неплохо. Моментами плохо. Равновесие держалось недолго. «Зенит» ускорился, «Смольников» ворвался в штрафную и был непоправен встречен в Латько. Снова пенальти. Дреуси выиграл дуэль у Левашова 2-1. В моменте со вторым пенальти с моего ракурса не было видно точно, был ли контакт, или не был. Это все нужно смотреть в повторе. Все попытки оружейников уйти от поражения были напрасными. На 89-й минуте Шатов увеличил перевес «Зенита» 3-1. Тут же Бауэр мог забить ответный мяч, но попал соперника. У нас шансы были, у меня тоже надо было забивать. И голы очень легко нам дали. А бескровленный «Арсенал», отдав все силы борьбе, дал бой действующему чемпиону России.